Девушки отдыхают 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 Я вижу Доставай кассету Ну вы только начали просмотр Живо Ну Может объясните в чем дело? Непременно Да подождите Ты не задерживайся тут Девушки отдыхают Накаркал Накаркал Антон Что за дела? Так, давай только без скандала В глазах у всего народа Но ты меня сам отправил в Борск За эти материалы Что теперь? Правильно Поэтому этот выпуск выйдет Лично под моим контролем Я не понимаю Что за новости такие? А что я тебе должна Все объяснять? Сама не маленькая Я знаю, что я не маленькая Хватит все время Щелкать меня по носу Вот тогда побереги его И несу себя Куда не просят Объясни Есть рекомендации Материал с мэром Борска Придержать Удивлена? Чьи рекомендации? Какие? Почему мы должны прислушиваться? Вот так вот ты и проводишь Свои интервью в последнее время Десять вопросов подряд Анка-пулеметчица А раньше ты говорила Что это моя фишка Что резкий напор Деморализует собеседника И не дает ему увильнуть Так, все Вопрос закрыт Я материал снимаю Да ты посмотри Хоть одним глазком Что ты закрываешь? Да не буду я смотреть Зачем мне негативные эмоции? А-а Да Антон Михайлович Вы просили зайти к вам После шести Леночка, я все помню Подождите меня две минуты В коридоре Может я мешаю? Да ладно Ты ревнуешь? О-о-о Приятно Мариш Ну Может ты устала? А может и в отпуск? О-о А хочешь в Черногорию? Я могу поспособствовать Ребята с развлекательного Там очередную телеигру будут снимать Море, солнце, рай Но сдались те эти мэры Ну честное слово Я бы и сам подскочил Но ты же знаешь Мой оболтус в этом году поступает Я скован Угу В прошлом году ты возил жену на вода В позапрошлом Неудачная вязка лабрадора Интересно По чьей же инициативе Ты меня сливаешь? Все Разговор закончен Марина Дмитриевна Идите работайте Если ты снимешь этот материал с эфира Я от тебя уйду В этот раз ты меня не остановишь А что ты у меня вообще делаешь в Москве? Ну да не вовремя Я злая как собака Ты что забыла о нашем уговоре? Каком, Паша? Так Подруга, не пугай меня Малая родина Лесопилка Письмо соседке Ты у меня через 10 дней Вступаешь в права на следование, барыня Ой, я и забыла У меня из головы вылетело Паш, ну у меня, наверное, не получится вырваться Знаешь, сколько у меня сейчас проблем на работе? Какие проблемы? У тебя же там такая защита Защита дала трещину, Паш Такие вещи случаются раз в жизни Вот мне, например, никто на следство не оставлял Да ладно, господи Деревня, 20 домов Что в ней может быть там? Так ты поезжай Посмотри Сделай фотографии Потом мы выставим их у меня на сайте Кто-нибудь клюнет обязательно Паш, давай потом поговорим, ладно? Все, перезвони мне Все понял Растворяюсь Как отметил Петренко В субботу он встретил несколько сотен своих сторонников Соотношение фанатов и националистов было примерно одинаковое То есть половина фанатов и половина правых Петренко напоминает, что официальной статистики по национальным преступлениям в России до сих пор нет И огнестрельное оружие редко фигурирует в названных следствием расовыми покушениях или убийствах Националисты же продолжают ездить в военно-спортивные лагеря, появившиеся лет пять назад Там их учат пользоваться всеми видами оружия, включая гранатомет, говорит эксперт По данным за 2010 год в Москве устроили как минимум десять взрывов, классифицированных правозащитниками как преступников Здравствуй, Мариночка Пишет тебе Полина Девятого из села Шумова Наверное, не помнишь такую А пишу я тебе с тем, что вчера схоронили мы деда твоего, Котова Степана Ивановича Земля ему пухом Был всегда крепкий, а умер в час Так как я его соседка, я тебе и пишу Остался от Степана Ивановича дом, да лесопилка Все какое-никакое имущество А кроме тебя у Степана Ивановича на свете ни души Приехала бы, поплакали бы на могилке Полина Федоровна Девятого ЗВОНОК В ДВЕРЬ Добрый вечер Добрый Скорая помощь по борьбе со слухами Прошел слух, что мы с тобой поссорились в депеске Да ты что? Я даже знаю, кого этот слух привел в восторг Ну только не меня, ты же знаешь Я всегда за мир Мир Антон, ну давай признавайся Леночка, твоя новая креатура? Ну как же тебе не стыдно Она дочь моего учителя Что-то я устала, Антон Ну-ка перестань жаловаться Прекрати Ты же у меня железная Марина Котова Гроза авторитетов Угу, гроза Может мне в отпуск уйти? О, умница А через пару деньков я к тебе подскочу, обещаю Куда? В Черногорию Ну я не поеду в Черногорию Так хватит капризничать Все, я завтра звоню ребятам Тебя включат в группу И через 20 часов ты уже на берегу моря Никаких тебе жлобов мэров Никаких эфиров Ну а там грозы улягутся Мариш, выйдешь в эфир? Нет, не поеду я в Черногорию Я поеду в Шумово Шумово? Конечно Это что, в Болгарии что ли? Ну ты обалдел что ли Это моя малая родина А Мариш, ну все, прекращай дуться Я это делаю для тебя Я тебя хочу прикрыть Понимаешь? Ты слишком много шума наделала Тебя ни один канал На порог потом не пустят Скажут вздорный характер Неуступчивый, амбициозный Ну я не понимаю Почему я должна куда-то ехать Почему я не могу работать в одном месте Вот мой дед Всю жизнь прожил в одной деревне Работал как человек И был счастлив Да, ну и кто знает Дед Степан Да все знают Семь деревень в округе Да ты что Да Да я думаю, это не тот рейтинг Который тебе устроил бы Тебе пора Только не надо так вздыхать Я видела, ты все время пялился на часы Мариш, ну ты же меня знаешь Это телевизионная привычка Нет времени, есть тайминг Которого, к сожалению, тоже никогда нет Слушай, я тебе Напишу телефончик администратора Вот Завтра позвонишь ему И вечером Ты уже в Подгорице Будешь меня ждать А? Я не поеду Не поеду ни в Черногорию Ждать я тебя там не буду Я поеду в Шумово Хочешь меня увидеть Ищи там Я тебя обожаю Все, надо бежать А то я так горю Ты знаешь, поверить не могу Что приеду, а деда нет Сейчас, извини Да, алло Да, да Да не волнуйся Вы так не ушла от квартиры У нас с вами завтра 12.45 Созвон Да Я все Вы с кем имеете дело Все хорошо, не волнуйтесь Да Да Все, пока Беспокоится Ничего Слушай, а ты этой своей Как ее Татьяне Васильевне сказала, что уезжаешь Ну я же не на месяц уезжаю Всего на два дня Нет, она твоя новая владельца Надо предупреждать об отъезде Два дня, все, надо предупреждать Это Вот был же у нас с тобой вариант В кризис Спокойная Выкупить ее квартиру Был хороший вариант Я тебе предлагал Да она в жизни не расстанется Со своей бесценной недвижимостью Ты что? Неправильно сделает Знаешь почему? Потому что это недвижимость Это у тебя уверенность Завтра же темне Это недвижимость У меня есть недвижимость У тебя? Паша Да Да, откуда? Моя главная недвижимость Какая? Антон Севидов Антон, ты устал от него Тебе надо отдохнуть от Антона На пару дней Приезж у тебя Хочешь закаты твои Хочешь рассветы? Тоже твои Молоко парное, пожалуйста, твое Комары Комары Навоз Кто? Навоз Экзотика Понимаешь? Субтитры создавал DimaTorzok Проснулся? Городской деревенским не станет Ладно, выключай Пойду поговорю А, Роман Андреевич Я вам кричу Добрый день, добрый день А вы не слышите Пила, зараза Пила наша, кормилица Зарплату привез Откуда же ей взяться, Роман Андреевич? И так еле успевает долги отдавать Что, опять досками будешь платить? Ну, а куда же деваться-то? Ну, совсем Не платить я не могу Не такой уж я человек Совесть не позволяет Ну, и долго мы будем На натуральном хозяйстве Ну, а что я могу, Роман Андреевич? Я же Я же Я же не собственник Такой же, как вы Нанятый человек Вот Вот Наследница приедет Тогда и будем Думать Только ничего не поделаешь Закон-то есть закон Ну, ничего Недолго осталось Недели, десять дней Вот законная наследница Вступит в право собственности Вот она и будет Что-то думать Решать Если захочет Не тако уж это и Дело Чтобы такое хозяйство содержать Чтобы не в убыток Да Он, старый Степан Лес знал В дереве Разбирался Так Может наследнице Цену предложить И выкупить Все это дело Ей ты не бойся На что это Лесопилка Ей-то все равно А мы этим Всю жизнь промышляем А ей зачем Она теперь уже Городская Надо в деревне жить Она даже К деду на похороны Не приехала Да ясное дело Продаст Или своего человека Поставит Кто его знает Что у него на уме Роман Андреевич Здесь главное Нам вместе держаться Понимаешь Сообща Чтобы она тоже почувствовала Что мы коллектив Что с нами считаться надо Советоваться Понимаешь Ну можешь не сомневаться Всем селон Поддержим Ну иди Иди Работай Здравствуйте Здравствуйте А где водитель этой машины Я водитель Вы Я А может вы мне подскажете Как мне до Шумова добраться отсюда Шумова Соседи что ли Шумова Ну на машине можно Может вы меня отвезете тогда Я не могу Я не имею такой возможности Провожал что ли кого А Да У Андрушка Армейского Провожал Семь лет с ним Не виделись Слушай Дай мне ключи Может я сама поеду Я не могу В Шумова Я там деньги должен Много Двести рублей Ух ты Широко гуляешь А я за тебя отдам Поедешь Че серьезно что ли Серьезно Шумовская порода то Ну давай садись Да Отлично Конечно Поедем Вот на Стойте смотри Она мне прыткая Так и прет Подтемянная Ой Ну давай садись Ну давай садись Слушай Слушай Куда ты лезешь Убери руки Друзья, решайся, дружище! Тихо, 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 тихо! Идиот! Что еще за копой, Мальборо, там? А, а это, да это Константин Валерьевич, он это, хозяин, объезд делает! Да у него везде тут, это, стада! Угу, бычий командир! Командир! Денис, что ли, приехал? Чего ему тут? Заблудился с пьяну! Денег, наверное, привез. Что? Опять ему в долг отпускала? Да сколько раз тебе говорить-то нужно, а? Мало того, что она ему глазки строит, она теперь еще бегать будет за ним, а? Теть Зин, я ему глазки не строю, у меня другое дело. А раз другое дело, что ты ему в долг-то отпускаешь, а? Да отдаст он, куда денется? Ага, отдаст! Он мимо тебя промчался, как на скипидариной! Учи вас, учи! Привет, дедуль! А ты что же, с деда Степана родственница? Внучка! Ага! Держи, спасибо тебе! Ага! Завтра приедешь, отвезешь меня на станцию, получишь в два раза больше! Опять сама? Могу и сама! Тогда давай авансом! Хотя попроблюсь, ну! Умереть не боишься? Неа! Ты тогда ключи мне оставь, ладно? А сам гуляй! Не приедешь завтра в это время, ищи машину на станции! Пока! Хорошо! Кстати, ключи в машине! Ладно! Субтитры сделал DimaTorzok ПОДПИСЫ 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 Приходите еще, девчонки! Здрасте! Здрасте! Принес? Здрасте! Здрасте! А как же? Вот! Где взял-то? Наколымил, что ли? Пассажирку привез, а? Да ладно, врешь! Ты же еще не отошел от своего друга армейского! А не страшно! Какую пассажирку-то? Деда Степана, внучку! Наследница приехала! Не болтай! Ну да, чего! Хотите ехать, хотите нет! Олешка, мне бы поправиться! Приехала, значит, королевна! А надолго не знаешь? Завтра обратно отвезу! А что так скоро? А мне не докладывали! Ну, а про лесопилку-то ничего не говорила? Что собирается с ней делать? А-а-а! Думаю, продаст! А с чего ты взял-то? Тетя Зин, ну зачем ей лесопилка в городе? Ну! Узмиренька, а! Перспективы ж никакой! Коля, ты побудь тут! А я домой сбегаю! Может, мои мужики уже вернулись! Хорошо, тетя Зин! Только в долг! Никому не отпускай! О! На меня намекаете! Она знает! А можете не намекать! У меня временный кредитор появился! Умолять не стану! Слышала я твои сказки! Умолять он не станет! Кредитор уедет! Опять будешь здесь пороги обтирать? Тебе б Константину Валеричу извинился, может взял бы тебя обратно на работу! Еще чего! У нас с ним классовое разногласие! Понятно? Учить она меня еще будет! Встаканчик лучше дай! Мне ты что? Живи как знаешь! Ну, а колбаска где же? Хм! Чего ты? Я отдам! Ну, боль! Привет, барыня! Привет! Ну что, как тебе объект? Слушай, ну супер! Фотки получил в десять процентов мои, как мы с тобой договаривались! Только вот домик нужно привести в товарный вид! Подремонтировать, подкрасить! Я бы рекомендовал разбить лужайку перед домом! Нет, подожди, Паш! Мы так не договаривались! Найдется настоящий клиент, вот пусть он и занимается лужайками! Тури, ты не понимаешь, это же еще больше поднимет цену! Продадим как парковый комплекс! Нет, ты обалдела, когда я тебе этим буду заниматься? Пока не найдется настоящий клиент, я вообще пальцы не пошевелю! Вот, потому что не деловатый человек! Слушай, у нас тяжелое время, а что такое выгода, знает даже ребенок! Да, и у нас одна небольшая проблемка! Дай мне каталог по недвижимости Болгарии! Какая? Татьяна Васильевна, она собирается продавать квартиру! Мою? Это еще не твоя квартира, это ее квартира! Да я в ней живу уже семь лет! Меня обожают все соседи, и вообще, я считай, за эти годы ее выкупила! Так, не говори глупости! Арендная плата — это арендная плата, а не ипотечный кредит! Что же она мне сама не позвонила? Потому что ты будешь ныть! Ты будешь ныть, просить не продавать! А ей сейчас срочно нужны деньги! Она у нас замуж выходит! Ее же сто лет в обед, она все замуж! Европу любит стариков! Паш, ну я не хочу уезжать из этой квартиры! Это мой дом родной! Что же делать-то? А я тебе говорю! Приводи в порядок стоячий дом! Это верняк, у нас прямая продажа! Давай-давай-давай, малыш, ну суетись! А я тебе звоню! Пока! Ну ладно, пока! Приехала все же! Ой, бабуль! Ой, дорогая моя, здрасте! Здрасте! Ой, как же я рада вас видеть, бабуль! Это хорошо, что рада! Какая ты стала! Да! Это хорошо, что ты приехала! Давненько не была! Да, давненько! Да! А Степана Ивановича мы похоронили! Да! Я просто в тот момент была за рубежом! Ну да! По работе! И не смогла на похороны приехать! Ну потом как-то закрутилась, завертелась! В общем, как-то так! Сходим к нему? Конечно! Конечно, сходим! Милая такая! Милая такая! Милая такая! Милая такая! Так! Только затем и приехала! О! Продаст и в свою Москву обратно укатит! Это надо Петру Сергеевичу сообщить! Погоди ты звонить! Тут самим надо покумекать! Че ты накумекаешь-то? Ты много в своей жизни накумекал! Семенов хоть человек головастый! Он знает, как с ней разговор повести! А вы только все дело испортите! Да ладно! Мы тоже не пальцем деланы! По цене сговоримся! Сами станем хозяйничать! Небось, не хуже твоего, Семенова! Мамань, он все равно свою выгоду искать будет! Так! Чтобы рты без Петра Сергеевича не разевали! Где Петр Сергеевич? На рынок поехал! Но вечером будет как штык! Он все равно все сам закрывает, проверяет! Так что будет! Да ладно! Без нас ей все равно ничего не решать! А мы ей свое слово скажем! Хочет продавать? Пусть продает! Пусть назначает цены! Может и сговоримся по-людски! Сама должна понимать! Она теперь городская! Ей понимать вас незачем! Ладно! Смотрите мне! Будете без Петра Сергеевича рот раскрывать! Гляди! Да ладно, Зин! Что ты расхудахалась? Чего? Ну че ты, Зин? Ну-ка дай! Что ты? Ладно, пошла я! Ну че? Да сладим! Держись, Москва! Ты кушай, кушай! Вот! Ух ты! Пожалуйста! Грибочки! Этого сезона! Спасибо! Бабуля, за домом вы смотрите? Да не трудно! Спасибо большое! Продавать будешь? Только сначала надо дом в порядок привести! Подправить, подкрасить! Вот мне бы рабочих найти! За деньги, конечно! Да ну идти можно! А с лесопилкой что делать будешь? Да че с ней делать? Купят, продам! Мне щас так деньги нужны бакбой! А с землей? Какой землей? Ну с лугом! Ты кушай вот огурчики! А что за луг? Ну тот, в который озеро! А что там много земли? Нет! Да год двадцать пять будет! В двадцать пять тысяч квадратных метрах? И все у деда Степана? А ты как думала, милая? Хозяйство! Мой? Да, твой лапушка, твой! А бычки? А бычки не твои! А чьи? Фермерами! Жаль! Фермеровы? Да! На дедовской земле? А что, аренду платят? Да, дедушка твой, Степан Иванович, с ним просто так сговорился, без денег! Сам не пользовался, вот и пустил человека по-соседски! Ага! Мужик уж больно хороший! Знаешь, он нам этим летом всю землю клевером сыроплавно засеял! Вёдр стоял! Шагу не шагнешь! А что ж у него на аэроплан деньги есть, а на аренду нет? Кто ж такой ловкач? О! Иванцов Константин Валерьевич! Познакомишься! Познакомились уже! Ковбой! Потом поговорю с ним на эту тему! Так! А ну давай быстро собирайся отсюда! Тоже мне он строил! Кафе, ресторан! Что, идёт что ли? Давай не ворчи, шевелись! Тоже мне кандидатура! Понятно, понятно! Раступись, народ! Человек с перспективой идёт, да? Здравиясь, Константин Валерьевич! Слышь! Каскадер что ли? Что гоняешь так? Шею сломать торопишься? Если свою, так не жалко! А вы меня за рулём видели, а? Машина чья? Ты в ответе! Да откуда я знал, что она такая лихая? Кто она? Ну, деда Степана, внучка! Наследница, значит? Ну да! Приехала вон, дела принимать и… Денис! Чего ты моешься, парень? Ты живёшь, как будто в отмеску кому-то! Мне что ли мстишь? А мне нравится! Чего? А мне не нравится! Вот видишь! Да всё и вижу! Бывайте здоровы! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, Полина! А вы к нам за продуктами? За продуктами, Полина! Здесь, как всегда! Сыр, хлеб, колбаса и печенье! Что ж ты парня-то мучаешь? А мне нравится мучить! Может, вы тоже кого-нибудь мучаете? Это что ещё за новости, Полина? Это кого я мучаю? С вас триста двадцать! Обещали мне на пирате покатать и что? Забыли? Ну, почему ж забыл? Не забыл! Хочешь, прямо сейчас покатаемся? Закрывай магазин! Вы что, серьёзно? Шутите! Ну, сделаем кружочек вокруг озера и обратно! Соглашайся! Согласна! Ну, давай, я жду тебя на улице! Ой, нет! Тётка Зинаида же ушла! Я магазин оставить не могу! А что делать теперь? Ну, не беда! Я до правления и обратно! Через пару часиков буду! Готовься! Только вы не обманите! Все! Я ждать буду! Вот они, голубчики наши! Привет! Привет, деда! Крест он заранее сделал! И гробик себе сколотил! Все с любовью! А тут вот, бабушка твоя, подруга моя! Ой! Крест у них на двоих один! Батюшка, правда, не благословил! Сказал, не положено! А Степан Иванович не согласился ни в какую! Звезда у нас на небе одна! И крест у нас на могиле один! Прости меня, дедуль! Здрасьте, баба Поль! Ой! Здравствуй, Петр Сергеевич! Здравствуй, милый! Здрасьте! К тебе вот веду! Ко мне? Да! Это внучка Степана Ивановича Котова! Марина Котова! Как интересно! Хозяйка твоя новая! Семенов Петр Сергеевич, управляющий вашей лесопилкой! Ну, как говорится, добро пожаловать! Спасибо! Да! Ну, наконец-то вы приехали! Да, приехала! Ну, как тут у вас дела? Да все как-то так неожиданно! Вы бы сообщили, мы бы подготовились! Да, боже мой! Какая разница? Действительно, никакой разницы нет! Да! Отойдемте с дороги! Машина! Где твоя лесопилка, хозяин? Сейчас! Езжай прямо по кле! Там озеро! Ну сориентируйся! Я предупреждал тебя, я не грузчик! Своих людей на погрузку ищи! Ну, давай, давай, давай! Поезжай, поезжай! Разберемся! А что грузите-то? Да доски, доски, все доски! Ну, Баполь, ты давай иди домой! Иди, иди, иди! Я сам хозяйку провожу! Ну, ладно тогда, Баполь, правда, спасибо! Ты вечером заходи вместе поучу! Хорошо, зайду! А ты смотри, проводи ее! Ну, а как же иначе-то? Конечно! Неугомонная! Ну, да! После смерти Степана Ивановича совсем осиротела! Так вы же росли здесь! Да! Помните ее? Ну, а как же! Забор в забор всю жизнь прожили! Тогда у деда только дом был! Ага! Без лесопилки! Вот! Лучше вы мне расскажите, что да как! Проходите сюда, Мария Дмитриевна! Ну, вот! Наша многострадальная лесопилка! А вон, отец и сын Шаповалова, они да я! Вот весь наш штат! Ни грузчиков, ни стойлеров, ни охраны, никого не имеем! Ну, все сами! Да! Ну, сплошные, сплошные проблемы! Ну, надо что-то решать! Хорошо, что вы все-таки приехали! Э, Роман Андреевич! Андрей! Идите знакомиться! Хозяйка приехала! Шаповалов! Добрый день! Марина Котова! Шаповалов! Марина, очень приятно! Вот! Короче говоря, наследница! Прошу любить и жаловать! Да! Константин Валерьевич, ты извини, что вынужден тебя прервать! Да ничего-ничего, мы уже практически закончили! Роман Андреевич! Ну, давай, до завтра! Тридцать кубов, как договорюсь! Да! Здрасте! Здрасте! Ну, что, пошли! А вы бы не гоняли по нашим дорогам-то! Без подвески останетесь! Дай Денису лучше не давайте деньги! Парень пьет, вы едете, а нам с ним жить! Мария Дмитриевна, я… Можно вас на секундочку? Насколько мне известно, вы с моим дедом заключили какое-то там устное соглашение, и уже несколько лет пользуетесь бесплатно нашим лугом, чтобы пасти своих бычков! Ну да, два года! Просто, если и дальше хотите использовать наш луг, давайте заключим договор! Вы хотите, чтобы я вам платил? Да, хочу! Готовьте договор! Удачи! Спасибо! Прошу! Давай в кузов! Ладно! Ой, Петр Сергеевич! Честно сказать, я в этом ничего не соображаю! Мне эта лесопилка совсем ни к чему у меня, совсем другие дела! Ага, хотите продать? Хочу! Сколько за нее можно получить? Получить? Что вы, откровенно говоря, одни долги! Это как так? Ну, что такое лесопилка? Станок с циркулярной пилой, моя бытовка вон, которую я у строителей выклянчивал! И все! Основных средств 500 долларов на круг! Оплата за электричество, а налоги, а экология! Не, я могу показать все бумаги, платежки! Вы хотите сказать, что мой дед начал заранее убыточное дело? Ой, Мария Дмитриевна, времена изменились, чтобы людям зарплату платить! Таскаем из леса, распилием на строительный рынок, а иначе не проживешь! А земля? А что земля? Так ей легче с маслом съесть эту землю, чем продать! А что же вы предлагаете? Нет, ну, вы можете оформить там на меня или вон на Шаповаловых! Роман Андреевич – человек основательный! А через год-другой мы ее перекроем потихонечку! Я подумаю! Мария Дмитриевна! Спасибо! Счастливо! Ну что, внучка-то? Наследница! Ну что, наследница сказала? Да все в порядке! Наша будет лесопилка! Красиво как! Остановите меня здесь прям! Я дальше пешочком пройдусь! Спасибо! Только недолго гуляйте! Говорят, здесь у вас нечистые силы балуются! Да я не боюсь! Я уже взрослая! Пусть и они меня боятся! Ну, вам детей! Счастливо! До свидания! Остановка Остановка Субтитры делал DimaTorzok Это глупая шутка. Ну, рядом. Да никакая не шутка. Марин, я в полной уверенности был, что ты улетела с ребятами в Черногорию. А ты, я слышу, опять гуляешь с собакой. Ну и когда ты вернешься? Ой, Антон Михайлович, не надо так страдать. Вы же сами меня отправили в отпуск. Ладно, ну и когда ты вернешься? Я не знаю, у меня здесь дел полно. Какие могут у тебя быть дела в деревне? Чего ты мне голову морочишь? Могут. Вот мне, например, нужно лесопилку спасать севидов. Чего ты несешь? Какая к чертям собачьим лесопилка? Ну, правда, лесопилка. Деда моего наследства. Я теперь хозяйка лесопилки. Лесопилка владелица. Так, все понятно. Не хочешь разговаривать серьезно? Это твое дело. Поговорим, когда вернешься. Спокойной ночи. СПОКОЙ СИГНАЛИЗАЦИЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Понятно. Ну, тогда поехали со мной. Это куда? Шумова. У меня к вам дело на миллион. Прямо на миллион. Опять досками будет расплачиваться. Нет, рублями. Нормальными рублями. Поехали. Ну, теряем время. Поехали. Да, Степан Иванович, царство ему небесное, рукастый был мужик. Еще сто лет простоит. Работы немного. Да? А за два дня сделаете? А за два это как? Да чего тут делать-то? Косметически. Подкрасить, подправить. Так получится халтура. До первого дождя, вон. Потом все потечет, отлетит. Вам так, что ли, надо? Какая вам разница? Не понимаю. Деньги получили, гуляете. Ну, а снова же не пострадает, да, Роман Андреевич? Соглашайся, дядя Роман. Не работа. Халява. Без сопливых склизка. Материал ваш будет. Нет, лучше ваш. Это понятно. Наш лучше. Доброе утро, Марина Дмитриевна. Здрасте. Роман Андреевич, Андрей, а вы тут чего, а? Чего не на работе? Это я их сюда позвала, они мне нужны. А что? Нет, я думал, случилось что. Да нет, ничего не случилось. О, документы принесли? Да, вот кое-что привез. Тут, значит, только последние отчеты. Квартальные, полугодовые. Ну, для ясности картины. Вот, и еще кое-какие уставные бумаги. О, еще дед Степан. Открывал. Хорошо, спасибо. Я потом посмотрю. А я хотел какие-то комментарии. Если у меня будут вопросы, я обращусь. Кстати, я на лесопилке работы останавливаю. А это как понимать? Это что, консервация или ликвидация? Что-то я не понимаю. Переучет. Вы же сами говорите, что работаете в убыток. Зачем же нам их плодить? А Шаповаловы мне пока домик починят. Ну, как скажете. Скажите, а вы прямо сейчас можете начать? Ну, прежде всего, надо осметить. Материал подобрать. В райцентр съездить на строительный рынок. Отобрать материал. Загрузить. Привезти. Отгрузить. Ну, вот и завтра с утречка и начнем. Нет, это очень долго. Побыстрее нельзя. Быстрее? Да. Можно. Только транспорт нужен. Ну и аванс. Аванс обязательно. Ну, машина есть. А аванс это сколько? Ну, сколько. Ну, значит, работа стоит 20 тысяч. 5 тысяч материал. 5 тысяч за скорость. Ну, и того. Тридцатка. Значит, аванс 15. Ого. Половина? Мы, когда с папаней колымим, за меньшие работы не начинаем. Так, ну, тысяч пять-шесть я сейчас наберу. Но больше пока не будет. О, с этого бы и начинали. Пошли, папань. Подождите. Без аванса работать не будем. Да подождите, я же сказала, пока. Из принципа лохов нету. А то получается, работа есть, а денег нету. Хреновая экономика. Ну, подождите вы, я же вам не сказала, что я никогда не заплачу. Я же сказала, потом. Попозже. Ну, пожалуйста, мне срочно надо. Ваши проблемы. Все так говорят, пока горит. Мария Дмитриевна, их не переспоришь. Упрямые. Хорошо, через час деньги будут. Вот и хорошо. Мы на лесопилке будем. А вы с документиками ознакомьтесь. Ознакомлюсь. А где ближайший банкомат здесь? Чего? Банкомат, чтобы деньги с карточки снять. А у нас тут карточкам не доверяют. Ну, люди здесь денежные есть вообще? Да. Для кого-то я миллионер. Видишь, вон, личный автотранспорт имею. А где ваш ковбой, может быть, сейчас? Константин Валерьевич? Да. К нему не поеду. Почему? Ну, сказал, не поеду, все. Слушай, мне вот эти твои деревенские капризы, знаешь, уже начинают надоедать. И портят все мои планы. Не хочешь ехать, я сама поеду. Нет, я покажу, где искать. А сам не поеду. Ключи. Деньги. Давай их сюда. Здравствуйте. Здрасьте. Здрасьте. Мне надо с вами поговорить. Проходите. Ну, что, прямо тут будем разговаривать? Ну, ты хочешь так вот, а? Я, правда, кормлюсь сейчас. Через пять минут у меня чистка коровника. Ну, говорите, я вас слышу. Да. А я бы хотела, чтобы вы мне выделили сумму на ремонт дома. В счет будущего договора аренды. Мне надо заплатить рабочим. А, нет. Договор еще не подписан. А административные поборы уже начались. Да. Нет, не поборы. Просто помощь. Вот и все. Я бы и не стала вас просить. Просто срочно нужно, правда. Все-таки мой дед для вас немало сделал. Ваш дед был хорошим человеком. Спасибо. Скажите, а почему вы так спешно пытаетесь продать этот дом? Приехали и сразу начали вот такую деятельность. Неужели вам не дорого? Ну, как память, в конце концов. Вы же в нем росли. Или я ошибаюсь? Это не ваше дело. Ну, а не мое, так не мое. Так вы дадите или нет? Мне нужно-то всего тысяч двадцать. Вы, наверное, не совсем понимаете. Вы пришли в коровник. У меня нет наличного оборота. И в Шумово у нас банка тоже пока не открыли. Зато у вас есть ваша лесопилка. Напилите досок, отвезите их на рынок, продайте. Получите за это живые деньги. И нечего никуда ходить и ничего выпрашивать. Удачи вам. Ладно, и без вас обойдусь. Могли бы помочь просто из благодарности. Вы это нашли, по полной программе используете, знаем. Пасете своих бычков, и романтические прогулки там устраиваете тоже, знаем. Всего хорошего. До свидания. А вы еще и сплетницы. Не стыдно? Ну как, договорились? Мужлан. Не, а я говорил вам, что он упертый человек-то. С ним не договоришься. Вообще. Просто. Ты долго еще будешь разговаривать? Поехали. Алло, Татьяна Васильевна. Здравствуйте. Татьяна Васильевна, я вас сейчас буду ругать. А потому, что я все узнаю в последнюю очередь. Ну я вас поздравляю, поздравляю. Я очень рада за вас. Да, Татьяна Васильевна, я получила наследство. Спасибо большое, да. Я хотела с вами насчет квартиры поговорить, чтобы вы ее никому не отдавали, кроме меня. Я через две недели все сделаю, все сделки свои проверну, и я у вас ее куплю, обещаю. Своего избранника вы от нас не скройте, Татьяна Васильевна. Да. Ну все, все, связь будем держать через Пашку. До свидания. До свидания. Пожалуйста, помоги мне, Господи. Чтобы набрать такую сумму, это вам надо минимум 10 кубов по брезной доске, или 6 кубов бруса, а это минимум 10 стволов хороших надо будет. Да, но вам виднее, я-то в этом ничего не понимаю. Ну, это вам минимум нужны сутки, а то и больше. Пока ствол отберешь, повалишь, ветки притащишь, трактористу надо заплатить. Пока распилишь, загрузишь, привезешь, продашь, если еще покупатель найдется. А завтра, вторник, рабочий день. Да нет, тут сутками не обойдешься. Это долго, Роман Андреевич. А у меня покупатель через три дня приедет. Ну, мы понимаем ваше положение. Нам надо посоветоваться. Пожалуйста. Водоросли. Ничего удивительного, Денис, озеро ледо? Да нет, там уже просто целый год никто не купается, да и рыбу не ловит. С тех самых пор, как эти. Как эти огоньки появились? Боятся? Ты пей больше. В эти огоньки, по-моему, даже баба Поля уже не верит. О, не-не, вы мне это не приписывайте. Я же их собственными глазами видел, и был абсолютно трезвым. Ну, и я видела, и что? Видели. Видела. Что скажете? А ничего не скажу. Мало ли, что там может быть. Отражение, преломление. На любой вопрос есть ответ, Денис. Отражение, отражение. Отражение чего? Отстанье. Странно как-то, да? Отражение, преломление. Ну, значит так, мы тут покумекали, и вот наш шаповаловский вариант. Так. Он другое говорил. Ну, я не знаю, что вам говорил Петр Сергеевич. У меня же есть покупатель. И дом без лесопилки я не продаю. Все как единое целое. Интересно получается. А нас куда денешь? В опилки зароешь, да? Да нет, почему в опилки-то? Что, новому покупателю не нужны специалисты? Ну, вам-то специалисты не понадобились. Слушай, послушайте, если вам так хочется, я похлопочу перед моим покупателем за вас. Ага. И работать на вашей лесопилке тоже не будем. Платить надо. Три месяца уже зарплату не видели. Нашли, дураков. Ага. Ну, тогда вы уволены. И заявление передадите через Петра Сергеевича. Пока. Воля ваша. Это какой-то капитализм получается. Выходит, у нас уже и прав никаких нет. А зарплату свою вы получите. Все до копеечки. Ой, канареечка жалобно поет. Фу. Ладно, все. Давай, выключай. Шабаш на сегодня хватит. Добро попасть. Можно, конечно, рабочих в райцентре посмотреть. Да, но это лучше с утра. И не факт, что вы там найдете приличных. Да в основном претенденты на тяжелый труд. Ну, там, загрузить, выгрузить, выкопать траншею. Ну, и... Ты чего хочешь-то? Вот что ты предлагаешь? А что? Ничего. У меня экспериментировать времени нет. Завтра ремонт должен быть готов. Все. Вот. Вот. Вот приедет риэлтор завтра, вот что я ему скажу. Он увидит, что здесь ничего не готово. Все, мы клиента потеряли. Ладно. Буду нужен, я в магазине. До свидания, Баполь. До свидания. Давай. А по-моему, дом и так хорош. Ну, что этим твоим иностранцам еще-то надо? Баполь, дорогая моя, понимаете, что цена будет в два раза ниже. И я не смогу выкупить свою квартиру в Москве. Все. Роман Андреевич, это вы куда? Домой. Мы теперь люди вольные. Как вольные? Ты, бумажная твоя душа, уж не ты ли часом сговорился с внучкой Степана купить ее дом и лесопилку нашу в придачу? Да вы что, белины объявить? Кажется, покупатель не он, Папань. Э, а ну-ка, ну-ка, рассказывайте, что произошло. Так мы теперь безработные. Уволила нас барыня. Мы у нее лесопилку хотели выкупить, а она говорит, покупатель уже есть. Облом? А, нехорошо. Роман Андреевич, в свою игру решил сыграть, да? Без меня. Вот оно все так и вышло. Даже не знаю, что теперь делать. Ситуация. Продаст мадам свою лесопилку. На улице останетесь. А мы-то при чем? Она уже сама с кем-то сговорилась. Ты, видать, тоже не в курсе оказался? Ну да. Ну ладно, ладно, ладно. Ладно, давай подумаем, как из положения выходить. Уволила? Угу. Она уволила нас, Шаповановых? Ну да. Это столичная швистурка? Спасибо. Бывай. Да, даже глазом не моргнула. Отчаянная. Угу. Так, я что-то не поняла. Она что думает, что это так просто ей с рук сойдет? Ну я не знаю, что она думает. Мне она не докладывает. О! Понеслась. Денис, твоя, что ли, машина? Моя. Только она сейчас в аренде. Ну, ведьма. Да лучше бы ты вообще не приезжала в Шумово. Шаповановых задирать. Эта, барынька, погорячилась. Поля, я на лесопилку. Да нет их там, тетка Зин. Дома ищи, дома. Не боись, я найду. Что творится-то? Слышь, Поль, дай мне выпить и закусить, а? Не надоело еще? А ты запрети, и я не буду. Чтобы ты пристал ко мне, очень надо. Что, совсем плохо для тебя, да? Для меня. Да ты вообще для кого хорош-то? Ты на какой работе продержался? Вон Константин Валерьевич, и то тебя терпеть не стал. А уж какой мужчина умный, рассудительный. Ну, так поставьте вы ему памятник посреди села. А ты бы пошел и извинился, и пообещал, что эту дрянь в рот не возьмешь. Может, и взял бы тебя обратно. Вон, работы полным-полно. У нас с ним разногласия на личной почве. И мое отклонение тут совсем ни при чем. Слушай, никакой личной почвы у тебя с ним нет и быть не может. Заруби себе на носу. Тоже мне. Где ты и где он? Пей, если хочешь. И выпью. Ну, что скажешь? Все-таки я сомневаюсь. Гляди, папа. Справились? Деревенщина! Зид, да ты не балуй! Чего не балуй? Я, что ли, вас воров таких кормить буду? Скажешь, как нахлыстаные, а эти ходят по селу петухами! Ну, Зид! Мужики, постоять вы за себя не можете! Ну, ладно, ну не шуми, ну! Городская девка вас вокруг пальца обвела! Федор Сергеевич, ну вы хоть их уму-разуму поучите! Дурней этих! Этот, ладно, списанный товар! Мне этого молодого дурня женить надо! Ешь себя без сил! А им хоть бы хны! Разберемся! Зината Парфеновна, можно поговорить с вами? А что говорить? Что говорить? Гнать ее надо из села! Пока не поздно! Так ведь просто не прогонишь! Тут надо с умом! Научить! Без лесопилки, хана! Зината Парфеновна, у меня есть одна мысль! Зината Парфеновна, у меня есть одна мысль! Вот ведь зараза! Тормози! О! Кто это? Подрульника серый! Слышь, тетя! Че, проблемы? Да, заглохла! Может, поможете? Че, пойдем? Ну! А может, и поможем! Спасибо! А платить-то чем будем? Натурой? О, понятно! Нет, ничего не надо! Спасибо, езжайте! Тихо-тихо-тихо! А че езжайте-то? Может, поможем? Да нет, я сама разберусь! Спасибо! А мы никуда не торопимся! У нас день рождения! Вот, прекрасно! Поздравляю вас! А подарок? Ну, типа, ласку там подари, че-нибудь такое! Не-не-не, я вам не компания точно! А че не компания? Да отстань ты! Уберите свои руки! Уберите свои руки! Да не ори ты! Не ори ты! Обалдел что ли? Да не трогай ты меня! Пусти меня, придурок! Э, слышь! Слышь! Заткнись, ты сказал! Да отпусти ты меня, придурок! Не трогай! Тихо-тихо-тихо! Че, выпиши? А-а-а! Какой! А ну, стоять! Стоять, я тебе сказал! Да иди ты, придурок! А ну, брысь отсюда! Че, брысь, че, раскомандовался? Пошли отсюда, я сказал! Че, защитнич ты? Да она нам еще спасибо бы сказала! А ну, дешево! Да ладно, пользуйся! Ну, ступай! Что больше не веду вас, понятно? Ладно! С вами все нормально? Да, спасибо! Давайте руку! Как вы вовремя! Спасибо! Вас до дома проводить? Ну, у меня машина заглохла! Коньячку не хотите? О, нет, спасибо! Я пока посмотрю, что с машиной! Угу! Что там с домом-то? На рабочих деньги нашли? Не-а! Ни денег, ни рабочих! Что думаете делать дальше? Не знаю! Я как раз хотела с вами посоветоваться! Может, вы мне помогли бы! Подсказали бы, что сколько нужно материала! Я сама буду делать ремонт! Уверена, что сами сможете? Как смогу! Перегазовали просто похоже! Тросик с капюра отразветил! Я же говорил вам, не гоняйте! О! Ура! Ну, так что, поможете? Я завтра заеду! Аккуратней-то! Берегите себя! Спасибо! Берегите себя! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Берегите себя! К тебе, что ли? Так. Да, ты сиди, сиди. Сиди, доедай. Я сама его встречу. Здравствуй, сынок. Полина Тимофеевна, здравствуйте, дорогая моя. Как вы? По самому краешку хожу. Это что за разговоры такие? А на свадьбе у меня погулять. А что, скоро? Ну, если скажешь, я подожду. Ждите, конечно. Ну, что я, пойду гляну, как там у вас, да? Пойди, пойди, посмотри, миленький, пойди. А Марина сейчас придёт. Доброго денёчка, Константин Валерьевич. Добрый день, Зинаида Парфёновна. Чё это вы? По чужом двору-то ходите? Заблудились? А чёрт заблудился? Не заблудился. Вот, дом осматриваю. Вроде ничего, крепенький ещё. Дом хорош. Да не тому достался. Чего? Да ничего. Прощевайте. Не забывайте про нас. Заглядывайте в магазинчик-то. Ну, барыня, всех под себя подмянут. Ладно, Денис, тот ещё телок. Баба Поля тоже из ума выжила. И этот теперь там, твой идеал. Где там? Да говорю тебе, у боярыни московской. По двору ходит. Ну, и что? Он человек толковый и знающий. А может, ему дед Степан какой-то секрет оставил? Помните, они перед смертью ведь не разлей вода были. Дед Степан тот ещё хитрец был. Умел людей привораживать. Пётр Семёнович за ним хвостом ходил. Вот себе лесопилку выходил. И на ту хозяйка нашлась. А как же так он мимо проехал, что я не заметил? Смотри, как бы барыня твой идеал не увела. Скажете тоже. Мне теперь что, хвостом за ним ходить? Ну, вот, здесь всё, что необходимо. Здесь, в принципе, всё мелочи. Стоит это недорого. И всё продаётся у нас в районном центре, на строительном рынке. Я бы на вашем месте прямо сейчас послал Дениса. Через пару часов он будет здесь со всем материалом. А инструмент тут валом. Удачи. Спасибо. Подождите, если вы мне отремонтируете дом, то мы с вами заключим договор об аренде луга на месяц позже. Хорошо. Тогда так, вы отправите свой Дениса за материалом. Я отлучусь. А в 16-30 я буду здесь. Супер. Я пока займусь документацией по лесопилке. Повнимательнее там. Мне кажется, ваш управляющий выжимает все соки из этой лесопилки. Да что вы говорите? Какие там соки? Меня эта лесопилка обгонит в долговую яму. Какую яму? О чём вы говорите? Каждая лесопилка — это золотое дно. Она не может так вдруг резко стать убыточной. И потом, насколько я помню, у вашего деда был договор о ворбке леса. Один он стоит в десять раз дороже, чем любая лесопилка. Значит, Семенов специально мне морочил голову, чтобы я отказалась от лесопилки? Или в цене ему уступила? Вот зараза. Все, ну, ай, Полина, ты чего тут? Значит, говоришь одно мое слово? Так, да. Будешь барыню и дальше возить? В магазин можешь больше не приходить. Понял? Полина. Полина, Полина. Ну, в общем, как договорились. Я буду скоро. Спасибо. Жду вас. ПОЕСАЛЬНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Здрасьте, а кофе есть? Здрасьте, ну есть в пакетиках со сливками. Ой, нет, спасибо. А, девушка, есть еще в зернах, но правда давно лежит. Брать будете? Буду. Дай. А что случилось-то? Бензин закончился. Как закончился? А ты чем раньше думал? Я думал, хватит. Тьфу, блин, думал ты. Че ты думал? Не хватило. Что делать-то теперь? Не знаю. Не знаю. Константин теперь будет нас ждать. Ну, ничего, подождет. О, Константин Валерьевич, вы! Глазам своим не верю. Что же вы своим глазам-то не верите, Петр Сергеевич? Да нет, я же не в том смысле. Да я знаю, в каком вы смысле. Что, Петр Сергеевич, не удалось захапать лесопилочка-то задарма, а? Ну, что вы такого говорите, Константин Валерьевич? У меня в мысли даже такого не было. Напротив, я сам предложил Марине Дмитриевне назначить управляющего на выбор. На выбор. Ну, да. Ну, Марина Дмитриевна выказала желание сбросить себе это нелегкое бремя, а я так, как предложил свои скромные услуги. Эту лесопилку с договором на вырубку леса вы называете бременем, да? Ну, да. Петр Сергеевич, ну, как-то, ну, не тонко вы хитрите, Петр Сергеевич. Константин Валерьевич, что вы говорите такое? Я простой, как борщ. Да, а где наша наследница? У меня тут два заявления об увольнении по собственному желанию. В райцентр поехала. А, ну, я завтра тогда приду. Вы передайте ей. Я буду на лесопилке, как бы чего не стряслось. А, ну, да. Ну, всего доброго. Удачи. Ага. Я просто не могу поверить, чтоб ты не знал ни одного телефона. Даже своей зазнобой из магазина. А она не моя зазноба. Да и правильно. Кому ты нужен? Крендель. Да еще и вечно пьяный. Знаете что, мадам? Вы мне надоели. Все, с завтрашнего дня будете ходить пешком. Ножками, ножками. Ради бога. Сейчас привезешь мне материалы и гуляй на все четыре стороны. Понятно? Не пришла еще? Да нет еще. Странно. Вот Денис, вот шалопай, а. Поеду ей навстречу. Поезжай, поезжай, милый. Куда это он так? Как с цепи сорвался? Да кто его знает? А идеалы, они все такие. Полюшка, тебе надо не с идеалом, а с хорошим парнем жить. Угу. Как ваш Андрей. А что? Уж не такой, как этот алканавт. Денис, все, закрываемся. Домой пора. Замок не забудь. Марина где? Она ушла. У нас бензин закончился, мы встали на дороге. Ты же запасы был всегда такой. Ну да, извините. С работы-то уволили. Денег нету. Куда пошла? Она, кажется, вон напрямки через лес пошла. К озеру. Одну отпустил. Константин Валерьевич, ну разве ее удержишь, а? Я с тобой потом поговорю. Алло, Антон. Ну здравствуй, фабрикантка. Как же я рада тебя слышать. А я вот сегодня весь день порывался тебе позвонить, но все время себя останавливала. Ну что? Ты когда приедешь? Да я не знаю. Не знаю, дня через три. А что так долго? Ты чем там занимаешься? Я в лесу иду в совершенно неизвестном направлении. Там что, нет электричества? Нет, электричества тут нет. И телецентра здесь нет, и кофе здесь тоже нет. И меня? И тебя, но ты можешь приехать, как и обещал. Кофе мне привезти. Слушай, ну действительно надо приехать, посмотреть на тебя такую... Антон, ужин стынет! Все, Марина, не могу разговаривать, давай завтра созвонимся. Подожди, подожди, Антон, поговори со мной, пожалуйста. Все, 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 целую. Иду! Севидов. 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 Продолжение следует... 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 Сейчас, поедем, пират. Давайте. Крепче держитесь. Вот так. – Так удобно? – Угу. Мне всё равно, лишь бы до дома побыстрее добраться. Значит, вашего коня зовут пират? Ну да, он когда же ребёнком был, у него была плёнка на глазу от рождения. Пришлось сделать операцию, но очень долго ходил с повёсткой. Вот и пират. Понятно. Он и сейчас, кстати говоря, косит немножко на один глаз. Косит лиловым глазом, забирает немножко вправо. Понятно. Пират! Пират! А я смотрю, да хорошо. А я смотрю, он хорошо знает дорогу. Сам идёт. Наверное, это-то постоянное место для ваших романтических прогулочек, да? У меня нет времени для прогулок. Да ладно, я в жизни не поверю. А вы знаете, мне абсолютно безразлично, верите вы мне или нет. Стоять, 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 пират! Стоять! Почему стоять? Знаете, что я вам скажу? Когда девушку держат так, как вот вы меня сейчас держите, просто неприлично даже ей говорить то, что вам всё равно. Верит она вам или не верит. А вы не думаете о том, что если я вас не буду вот так держать, то вы просто рухнете? Ой! Угу. Пошли, пират. Угу. Пошли, пират. Угу. Какая жизнь-то только начинается в это время. Да в Москве до вас тоже нет, никому никакого дела. А в Москве это не так заметно. Ну конечно, если вся жизнь умещается в одном мобильном телефоне, то чему удивляться? Да. Приехали. Аккуратней. В порядке? Да. Идти можете? Да, могу. Ой. А что ж такое-то? Что ж не вас нести, что ли? Почему бы нет? У вас вон какие сильные руки. Спортсмены что ли? Типа того. Ну что ж, ведь ему придется. Держитесь. Ой. А мне баба Поля говорила, что вы военный вроде. Аккуратней. Я знала одну женщину, прапорщицу. У нее был муж офицер. Он ее всю жизнь изменял направо и налево. Она из нее ушла в запас и всю жизнь потом за него краснела. А вы принимали присягу? Разумеется. О! Сейчас это так гордо прозвучало. А, вы по-любому офицер, да? Офицер? Майор в запасе. Да? В запасе. Нашел, милый? Все нормально. Все хорошо, спасибо. Нашлась. Ну и ладно. Спокойной ночи. Так вы, вы принимали присягу служить родине или женщине? Или для вас это одно и то же? В воинской присяге этого нет. Ну вы в принципе правы. Пойдем. А вы меня понесете? Продолжим, ну? Я вас очень прошу. Пойдемте. А кто сейчас там был? Это баба Поля, ваша соседка. Да? Даже не узнала. Так. Подержитесь. Аккуратнее. Баба Поля. Вот порожек. Вот так. Очаровательная бабуля, конечно. Хорошо. Свет, вот и случай. Как вы себя чувствуете? Нормально. Как кошка, которая попала в бочку с коньяком. Счастливая кошка. А сейчас, кстати, мне надо вашу еще фляжку вернуть. Господи, какие топилки, чего только нет. Держите. Правда пустая. Мне вас даже угостить нечем. У меня даже кофе нет. Да гостеваться-то уже поздно. Ой. Куда выйти? Ой, не-не-не-не. Я сама тут. Спрошу прощения. Ой, спать охота, конечно. Хорошо. Встаем. Я сама. Ну что ж, я сама что-нибудь не дойду. Секунду, табычек. Что там? Все. И сели. Ну, я пойду. Спокойной ночи. Спокойной ночи. И все-таки, это очень хорошо, что вы принимали присягу. Чего это? Ну, значит, на вас можно положиться. Знаете что? Мне кажется, сейчас вам нужно просто проспаться. Почему? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Будете сушить телефон, не забудьте вытащить аккумулятор. Есть. Солдатик. Солдатик. Ммм. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Разбудил я вас? Простите. Да нет, я давно проснулась. Я смотрю, вы по всю работаете уже. А мне Денис подвез материалы все с утра пораньше. Я решил начать, не откладывая. Вы прям супергерой. Я к вам тоже скоро присоединюсь. Вы завтракали? Нет. Да. Кофе хотите? С большим удовольствием. Спасибо. Ага. Ой. Вот такие гуси у местной бабуси. Да и вообще, хороша жизнь в деревне. Репортаж подготовила. Елена. Что, вам не нравится? Я же все переделала, так как вы сказали. Леночка, солнце мое ясное. Вот объясните мне, откуда у вас такое дремучее любование соцреализмом? Надо мной коллеги смеяться будут. Вот эту программу будут показывать пять утра. Меня канал перестанет серьезно воспринимать, потому что не привыкли, что я делаю качество. Но я еще в жизни и позитив. А получается фальшь. Сплошные закаты. Они же восходы. Счастливый гусик, дояркий. Лубок какой-то. Вот вы объясните мне. Вы в деревне последний раз когда были? Два дня назад, когда сюжет снимала. Странно. Никогда бы не сказал. Ладно, идите, я подумаю, что вам предложить. Да что ж ты будешь делать, а? Что она, сквозь землю, что ли, провалилась? Поехали. Ола, принесла вам бутербродики! Перекусите! Мариночка, иди перекуси! Иду, баба Поля, иду! Ну что ж, дело хорошее. Еда на свежем воздухе. После работы особенно. Кушай, Марин. А что это за вещица такая? Шкатулка. Дедушка ее любил очень. Я пошла, у меня обед там. Спасибо, Аполь. Спасибо. Интересно. А вы знаете, из чего она сделана? Из дерева. Ну, из дерева понятно. Ой. Это мореный дуб. Очень ценный, редкий отделочный материал. Да. Ага. А откуда он берется, этот мореный дуб? Дело в том, что дуб затапливает, и он находится под водой порядка двухсот-трисот лет. Ну, и пока он под водой, он проходит процесс так называемого марения. Он становится крепче, приобретает крепость камня практически. За это очень часто его называют железным деревом. Интересно. Все ведь ради красоты. Ну, я думаю, есть смысл. Ну, а на сегодняшний день поиск мариного дуба превратился в бизнес черный и, кстати, очень опасный. Вот так смотришь. Ну, шкатулочка и шкатулочка. А какая ценность? Теперь буду знать. Я думаю, она и случайно оказалась в доме вашего деда. Ну, что ж. Новых вам интересных находок в доме деда Степана. Спасибо. Здрасьте. 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 Ой, что это? Тесточка-козочка. Не с той ноги, что ли, встала? Да какая разница, баба Поля, стой, не стой. Ну, конечно. Какая у меня старухе разница? Ну, извините, баба Поля, но что он ходит, а к ней уже второй день, а ко мне ни разу не зашел? Ну, только что проще-то. Пойди, сама к нему и спроси. Скажете, тоже пойди спроси. А гордость? Что-то я не пойму, о чем ты. Да вы что, издеваете, что ли? Он же мужчина. Ну, припрусь я туда, а там это, барыня. Сама решай. Ладно, пойду, у меня их еще кормить надо. Бывай здорова, Зинаида. Сама не хворай. Тихушница бабка. Покрывают их. А что, может и вправду сходить? А что так ходить? Без цели. Порожняком сходишь? Ну, а что я могу? Женщина может все. Привет. А какой спокойный. Он вас что, дрессированный? Приученный. Он без меня ни на шаг. Настоящий друг. Мы с ним одно целое. А я на лошади только в детстве каталась. Только в детстве? Угу. Если хотите, могу с ним договориться. Ух ты. Ну да. Правда? Ему прогулки полезны. Было бы здорово. Я была бы вам очень благодарна. Его благодарите. В общем, будет свободное время. И рад в вашем распоряжении. Покатаешь меня? Покатаешь меня? Так, ну-ка, хватит. Хватит разрушать мой дом. Доброго здоровья, Константин Валерьевич. Здрасте. Здрасте. Ага. 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 Субтитры сделал DimaTorzok О, Боль, ты далеко? Далеко. Ну, так может, отвезу? Смотри, машину помыл. Теперь как новая, а? Сказано тебе нет. Жди здесь. Ну, что, хорошо поработали, хорошо поедим. Давай, Поль. Да. Да, мне кажется, мы такими темпами вечер закончим. Спасибо. У вас так все ладненько получается. Залюбуешься. А есть хорошее правило одно — не делать лишнего ничего, и все получится. Вы кокетничаете. Мастерство сразу видно. Ну, тоже, честно говоря, как оказалось, не белоручка совсем. Да. Спасибо, Поль. А я пошла. Спасибо. Спасибо большое. Работу любите свою? Да. Люблю. Иначе не работала бы. И не терпела столько. А приходится? По-разному бывает. Иногда влезаешь в историю, разбираешься, конфликтуешь. И все, к коту под хвост. Ну, точнее, в корзину. Угу. Оказывается, что тема затронута преждевременно. Нужно подождать. Или слишком острая. Опять-таки не время. А потом, когда это время приходит, то уже нет смысла выпускать это все в эфир. Так. Обидно? Угу. А как вы думаете? Думаю, что обидно. А вы не забыли про бонус? Какой бонус? А, вы забыли. Вы обещали мне разобраться с документами по лесопилке. Что? Ну, Марина Дмитриевна, права, обалдец Степан. С вами у хвостро нужно. Нет, ну вы же сами обещали. Ну, было дело. Угу. Просто мне на самом деле кажется, что этот Семенов там порядком нахимичил. Ну, я, конечно, эти бумажки полистала, но я ж ничего в этом не понимаю. Поэтому мне нужен опытный глаз. Ну что ж, вы готовы такие важные документы отдать первому встречному? Вы не боитесь, что по миру пойдете? Ну, вы сказали, первому встречному. Мне, между прочим, вас рекомендовали. Нет, это ж кто, интересно? Мне сейчас очень нужен союзник, партнер. Потому что я сейчас как во вражеском окружении. У меня, кроме Бабы Поля, нет никого. Раз мой дед с вами обо мне говорил, то это дороже любых рекомендаций будет. Нет, не стал бы мой дед с кем попал обо мне разговаривать. И вообще, мне кажется, что мы бы с вами могли быть хорошими партнерами по бизнесу. Вы как думаете? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Константин Валерьевич! Здравствуйте! Здравствуйте, Полюшка! Что же вы делаете со мной? В каком смысле? Вы что, забыли, что у нас было позавчера? Что такое? Ничего. Ну, здесь же село и люди такие, что им только повод дать, чтобы посплетничать. Все видели, что мы с вами гуляли, а вы вчера и сегодня мимо шли и в магазин даже не заглянули. Тетя Зина это заметила. Вы представляете, что теперь будут говорить обо мне и о вас? Да мне все равно, что будут говорить. И тебе я должна быть все равно. Ты же современная девушка, Поля. Это же сплетни и сплетники. Мы с тобой по улице пройдем, поздороваемся и уже будут сплетни. Вам легко говорить. Вы мужчина. А меня теперь, может, отец с матерью из дома выгонит. Да мне легче в озере утопиться. Ну, что ж ты говоришь такое, Поля? Полечка, ну ты не понимаешь, разве это была просто прогулка? Нет, не просто прогулка. И вы это знаете. И люди видели. Вы попробуйте, объясните это людям. Очень будут смеяться. Ну, как ты не понимаешь? У нас с тобой такая большая разница в возрасте. Да это же не важно. Мама сказала, чтобы вы в это воскресенье обязательно пришли к нам на обед. Я здесь за этим. Советую вам не откладывать. До свидания. Я вас буду ждать. Черт ты что. Проблемы? Да нет. Неразрешимых проблем вроде нет. И слава богу. Красивая девушка. Да, Денис не влюблен, конечно. Кстати, а вы за что уволили Дениса? Да пил он, вот и уволил. А он, между прочим, водитель. Ну, а теперь он пьет еще больше. Околачивается целый день в этом магазине. Ну вот, вроде все. Я пойду, отлучусь ненадолго. Ну, пока краска встанет. Поль, привет. Поль, а ты... Поль, это тебе... Ну что, детка моя, все сделала, как я тебе велела? Теперь не знаю, что будет. Мне кажется, он меня теперь вообще возненавидит. Посмотрим еще. Главное, меня слушай. А если мамы с папой узнают? Не боись, не узнают. А узнают, сама с ними поговорю. Ох ты, смотри-ка. Прискакал. Чем-то ты его зацепила, а? Ой, тетя Зина. Прячься скорее. Все бездельничаешь? А кому какая забота? Ну, мне есть. Слышь, парень, водку пить — это одно, а подлость и делать — совсем другое. Я после твоего вчерашнего фокуса буду за тобой приглядывать теперь. Понял? Ну и приглядывайте, если делать больше нечего. Я просто так не болтаю, ты знаешь. Идет? Мимо проехал. Чего ты Денису сказал? Вот тебе и зацепило. Да мне кажется, ему вообще на меня наплевать. Ще посмотрим. Ты, главное, Денис, алканав, ты этого не привечай. Не нужен он тебе. Я уже и сама не знаю, кто мне нужен. Баб, Поль! Я пойду к речке пофотографирую. Смотри, скоро дождь будет. Да нет, я быстро. Туда и обратно. Недолго. Это ты за Артема спрашиваешь? Ага, да, я. О чем базар? А, ну, короче, у меня есть то, что вы ищете. Ну, я уже говорил, я специалисту вашу показывал. Сколько товара? Ну, много. Много-много, очень много. Много-много, это сколько? Мешок, два. Ну, пол вагона, да больше. И главное, дело все чисто. Приходи, бери. Да ты миллионер. А где товар? Ну, да разве просто так скажешь? Че, хитрые, да? Не, ну люди-то разные бывают? Разные, разные. Жидкие, газообразные. Короче, когда поедем смотреть? Короче, так. Завтра здесь же мы прием со своим спецом, посмотрим на месте. Ну, смотри, если ты треп, мы тебя за свои пустые хлопоты на консервы поделим. Понял? Так я, так я показывал образец специалисту вашему. Ошибки быть не может. Короче, если что, мы тут. Угу. Ага. Михаил Михайлович, здрасьте. Здрасьте. И вот вас порекомендовали, помощь нужна, какой-какая. Да. А что надо? Ну, консультация типа. У меня вот образец есть. Я в директе не очень разбираюсь. А говорят, вроде, ценных пород. Покажи. Мне уже приносили сегодня такой же кусок. Другой человек. На велосипеде приезжал. Так вот я решил перепроверить. Он-то в этом тоже не смыслит ничего. Может, там наплетет? Всякого разного. А вы у нас, как говорят, самые главные специалисты по ценам, по родам. Не жалеете вы голов своих. Иди отсюда. Не впутывай меня в свои дела. Да. Ну и на этом спасибо. Паполь! Паполь! Баполь! Чего? А где Марина-то? Ой, сорви голова. К речке пошла. Я ей говорила, не ходи. А она на небо-то не смотрит ведь. Ну, поеду, поищу ее. Ну, давай. Паполь! 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 ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Марина! Марина! Константин! Константин! Вы что тут делаете? Хороший вопрос! Вы не поверите, вас ищут! Да вы что, правда? Идите сюда! А чего вы там сидите? Присаживайтесь! Вроде не очень капает! Ну да! Давно сидите? Ну, так! Я не ожидала, что так ливанет! Ну, я вам должна сказать, что в лесу под дождем страшновато! Ну, особо испуганной вы не выглядите вроде! А вы просто пришли, и я сразу успокоилась! Ох, Константин, ну что ж поделать, если как только вас нет рядом со мной все время что-то случается! Что ж мне теперь постоянно с вами находиться? Ну, было бы неплохо! Спасибо! Ой, какой запах! Фантастика! А коньяка нет? Коньячок был вчера! Да весь вышел! Виноват! Да я для вас! Вы-то весь промокли, заболеете! Да ладно, я в порядке! А вы знаете, я, между прочим, успокоился за вас! А я вышла сделать пару снимков! И как пошла-пошла, загулялась! Красиво очень! А где вы служили, если не секретно? В Латинской Америке! Понятно! А где же ваш тыл? Какой тыл? Жена! А! Этот тыл! Этот тыл был, но весь вышел! Была жена! Больше нет! Ой, простите меня! Наверное, я лезу не в свое дело! Да нет, ничего! На самом деле, была жена! Таскалась со мной по гарнизонам! Офицерская жизнь наша не очень развлекательная! Жалеете? Нет! Я считаю, что главное — искренность всегда! Если у этого человека все закончилось, он должен честно об этом сказать другому! Вот она мне и сказала, и за это я ей даже благодарен! Ну да! Ну а вы-то что? Чего не замужем? Не зовет? Возьмите! А кто он? Работаем вместе! Коллега, значит? Да! Ну а как давно вы работаете вместе с коллегой? Лет сто! Он женат! У-у-у! Я знаю! Я привыкла уже! Ну вот сейчас, вы здесь, он там! Угу! Не скучаете? Нет! И сама этому удивляюсь! Костя, а можно я сама попробую? А не боишься? Не-а! Ну давай! Давай! Пошли, пират! Пошли! Слушает меня! Молодец, пират! Молодец! А-а-а! 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 Я решил к тебе приехать! Посмотреть на твою малую родину! Что скажешь? Мне кажется, это не совсем удачная идея! Ты женат, и я тебе не жена! Здесь к такому не привыкли! Да ладно! Ну когда это тебя останавливало? Нет, просто это ты никогда об этом не задумывался! Ну я все понял! У тебя просто плохое настроение, да? Марина, твоя пасторальная жизнь на тебя плохо влияет? Ничего подобного! Я просто не хочу, чтобы ты приезжал! Не понял! Ты что, не хочешь меня видеть, что ли? Не хочу! Интересно! Марина, может быть, может у тебя кто-то там появился? Ну типа старая любовь? Ну, Антон, ты говоришь, сейчас просто как коллекционер! Старая, новая! Любовь одна, она или есть, или ее нет! Понятно! Кто он? Антон, давай я приеду, и мы обо всем с тобой поговорим! Я поняла одно, что, так как раньше, не будет! И я тебя очень прошу не приезжать! Пашка! Бродяга, приехал! Привет, ты молодец! Здорово! Ты чего на звонки не отвечаешь? Я тебе уж обзвонился! Я телефон в озере чуть не утопила! Где? В озере! Погоди! У тебя что, здесь озеро есть? Да! А ты мне фотографии его не посылала! Да потому что оно не мое! А это все равно! Это важная часть твоего ландшафта, а ты мне про него ничего не сказала! Ты мне кофе привез! Да, конечно, привез! Прикольно выглядишь! Стараюсь! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Привет! Так! Ничего, пойдем! Кофе я тебе привез! Привез, и вот это тоже тебе! Я тебя обожаю! Спасибо! Это гамак! Гамак? Поднимет стоимость твоей недвижимости! Это она? Ну да! Хорошо! Алло! Зоечка, это я, привет! Слушай, у меня тут срочная командировка организовалась! Куда? Да! Замкатская область, деревня Гадюкино! Да сам не рад, но надо ехать! Ну думаю, завтра вечером вернусь! Да, я звонил Сергею Сергеевичу! Нашего мальчика ведут самые надежные преподаватели! У него нет другого выхода, кроме как поступить! Он обречен стать студентом! Да! Слушай, ну все, Зой! Завтра меня жди, к ужину вернусь! Ага! Ну а что вы хотели? Там метро рядом! Кремль рядом! Это не квартира, это сказка! Ну, я понял, понял! Ну, что-то подобное я, может, вам подберу, да! Ну, рано благодарить, рано! Тем более, что работа у меня такая! Все! Спасибо, пока! На связи! Паш, поешь пока горячее! Слушай, я не очень хочу! Ну, к приезду покупателей, я думаю, мы домик сделаем, как игрушку! Ты бы хоть про покупателя рассказал что-нибудь! Кто? Откуда? Ну, а что тебе сказать? Француз! Не, ну, из наших бывших, понятное дело! Повернут на возрождение вековых традиций! Ну, больной! Ну, там, натуральное хозяйство, куры, коровы, дворовые девки! Почему сразу больной? Мне кажется, это нормально! Нормально? Угу! Ты что, у меня тоже больная? Хотя, что-то тебе поменялось, что ли! Да ты что! Ну, колись, подруга! Колись, колись! Ну, Паш, я нормально сплю! Так! Без снотворного, не поверишь! Молодец! Здесь такой воздух! Поверю! Только я про другое! А? Да! Я знал, я знал! Ну! Появился у меня тут один специалист! Так! С дедом своим дружил! Хороший кофе заваривает, я тебе скажу! Кофе! Подруга! Эу! Ты чего? Паша, здесь совсем другой мир, понимаешь? Понимаю! Другой мир! Я бы даже сказал точнее! Другое государство! Ну да! Только ты тут иностранка! Ты помни это и не забывай! Поехали на лесопилку! Поль, что-то случилось? Чего такая странная-то? Да там мужик на улице спрашивает, где живет Степан Иванович! Как будто он жив! Какой такой мужик? Наш? В первый раз вижу! И что, спрашивал Степана Ивановича? Угу! Так и сказала! Где живет Степан Иванович? А кто ж такой-то? Поль, подожди-ка! Я домой! Кто-нибудь спросит, я мигом, ладно? Угу! Добрый день! Есть кто? А кто вам нужен? Я ищу Степана Ивановича Котова! Он здесь живет? Да! Ну, вернее... А что вы хотели? Дело в том, что я внук Степана Ивановича! Я ищу Степан... И ги, дед ли, дедиктора? Иremos, что вы хотите. Я ищу Степана Ивановича Котова. Я ищу Степана Ивановича. Я ищу Степана Ивановича Котова. А что из них живет? Я ищу Степана Ивановича Котова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Че стоишь, особое приглашение? Благодарю Вы ешьте, ешьте, мы подождем Ешь, ешь. Чего испугался? Мы тебя не обидим. Спасибо. Наелся. Ну вот тогда и поговорим. Ну что ж, можно и поговорить. Добрый день, мужчина. Что обсуждаем? Мариночка, ты извините, у нас тут очень серьезный разговор, можно сказать, мужской. Вот именно. Мы теперь желаем разговор с другим наследником иметь, мужиком. Права у вас получаются одинаковые. Так что разговор с вами вроде закончен. Подождите, господа. Мы тут как-нибудь без вас разберемся. Правда, Игорь? Это кто, господа? Только давайте без конфликтов. Мирно. А мы и так уже разобрались. Выходит, брат ваш сводный не собирается продавать ни дом, ни лесопилку. Так? Ну да. Зачем продавать? Тут нельзя торопиться. Ваш брат вообще собирается тут жить. Ему общага в районе надоела. А лесопилку будет использовать со старым составом. А вы продавать. Вам пора. Что значит пора? Уходите, пожалуйста. Да мы-то уйдем. Только толку то что. Добрый вечер. Я смотрю, тут у вас в производственном собрании. А? Я вовремя? Вовремя, Петр Сергеевич. Марина Дмитриевна, я вам тут документиков привез. Недостающих. Петр Сергеевич, тут другое. У деда Степана наследничек нашелся. Знакомьтесь. Ага. Здравствуйте. Ух, какие интересные дела-то, а. Марина Дмитриевна, и что ж теперь выходит? Лесопилку вы продать не сможете. Да и дом не сможете продать. Ну, по крайней мере, скоропостижно, да? Но это же надо все как следует сейчас разложить по закону. Петр Сергеевич, можно мы сейчас как-нибудь без вас, а? Да не, понятно, что без нас. Но мы все на своих местах, пока остаемся. Ну, пока судно дело. Да, кого нам суд определит хозяином, то того мы и слушаться будем. Верно, Роман Андреевич? Вопрос ясен. Не ясен. И вообще не вам решать. Ну, конечно, не нам. Но и ваше слово тоже нерешающее. Марина Дмитриевна, что это вы погрустнели, а? Брат нашелся. Такой повод, а? Радоваться надо, пировать. А что, повод-то серьезный? Да, не знаю, что это я. Действительно. Чего ж не повеселиться-то? Братишка! Денис, давай, гони в магазин к своей Зазнобе, пусть она нам что-нибудь сообразит. Угощаю. Баполь, давай, есть чего-нибудь у нас там в погребке своего на закусочку, а? Ага, сейчас догоню. Так мы это сами. Ну, чего сидишь? Давай, магазин, живо. Понял, я мигом. Да, правильно. Зачем же ссориться? Да, действительно. Да, конечно, я вот, я вот не пью, а ради такого случая чуток посижу с вами. Посидите, посидите. А ты думаешь, мы так, ради пьянки? Это же целое событие. Теперь лесопилка точно нашей будет. Иванцов тоже там? Нет, нету. Он же с народом не пьет, брезгует. Ты, что ли, народ? Я его часть. Так, народ! Чтоб через час дома были! Ну, чё ты удумала, девка, а? Гнать их надо, а не поить. Ничего, бабуль. Сейчас придёт Константин. Он мужик толковый. Он им быстро мозги вправит. Я просто одна не справлюсь. Мужчина, Шумово, правильно я еду? Прямо поезжайте, никуда не сворачивайте. Через два километра. Благодарю. Прошёл. Я решил поселиться в вашем замечательном селе. О, молодец, поддерживаю. Вот, молодец. Поддерживаю, хорошая идея. А что? Человек я одинокий, семьи у меня нет, а ваших привидений озёрных я не боюсь. А вот не веришь или не боишься? Это вещи разные. Согласен. Но дело не в этом. Жизнь надо менять. А иначе это не жизнь. Не, мы поняли так, что ты главное дело место жительства поменять хочешь. Абсолютная правда. Ну, а что ты здесь делать будешь, а? Здесь краеведческого музея нету. Я? Я на дедовской лесопилке буду работать. А что? Нужно серьёзно продумать вопрос о реализации древесных опилок. Я вам покажу, а то вы сами не найдёте. Да, если вас не затруднит. Вот, садитесь вперёд. Не запачкаю? А вы кем, Марине Дмитриевне, приходитесь, если не секрет? Я её близкий друг. А, близкий друг. Да. Понятно. Это хорошо. Что-то душновато в машинке-то. Ремешок накиньте, пожалуйста. Угу. Нам сейчас прямо. Ох, там у них праздник, дым коромыслом. Свадьба, что ли? Да нет, не свадьба. Не поверите. Где жить-то будешь? Да вот хотя бы здесь. Да. Ведь этому же дому цены нет. Я в смысле вечности. Угу. Марина Дмитриевна. Марина. Не надо продавать этот дом. Он, может, историческую ценность имеет. Игорь, вы нам лучше расскажите, почему ж вы один? Не женат. Кому такой субъект интересен? Ну, теперь-то вы женихотку, да? С таким богатством-то? М-м-м, Игорёк? М-м-м. Вы знаете, я, Игорь, хочу сказать, ближе, чем я, у Степана Ивановича в последние годы вообще никого не было. Один он был. Совсем один. Да. Вот, если бы раньше обнаружилась ваша родственная связь, вы знаете, он был бы на седьмом небе. Да. Очень был ему нужен человек, которому он мог бы передать свой опыт, все свое нажитое. Игорь, спасибо вам. И будьте здоровы. Давайте за вас. За вас, Игорёк. За тебя. А это еще кто? Это ко мне. Ну, вот, весь здесь. Взял и приехал. Угу. Соскучился. Хорошо выглядишь? Спасибо. Добрый вечер. Здрасте. Вот гостю вам дорогого привезла. Шаповалова я. Зинаида Парфеновна. Очень приятно, Марина. Мамань, иди к нам. Иду, сынок. Ну, к столу, к столу. Ну, что, я вижу, у вас тут праздник. Поль, привет. Добрый вечер. Я смотрю, там машина Дениса стоит перед входом. Его здесь нет? Поговорить надо. С Шаповаловыми ушел. Ходит за ними хвостом. Никакой гордости. Понятно. Ну, что, пропадает парень? Не жалко тебе его? Константин Валерьевич, зачем вы так? Ведь вы же знаете, что я вас люблю. И про сплетни, и про родителей. Все наврала, только чтобы ваше внимание привлечь. Полина! Полечка, тебе другой нужен. Да никто. Мне другой не нужен. Знаешь, чтоб тебе самой легче, жилось потом. Давай договоримся, что ты мне этого не говорила, а я этого не слышу. Давай. Только от нее? Вы этих слов никогда не услышите. сейчас хвостом повертят и обратно в Москву. А вы, может быть, видели, вон там любовник за ней на шикарной машине приехал, а сейчас они вместе сидят и празднуют. Празднуют? А у деда Степана еще один внук нашелся. Свое наследство с ним поделит. Недолго здесь побыла, в царицах. Поль, тебе злой-то быть так и не идет. До свидания. Ну что, друзья, ситуация прозрачная. Я хочу снять некое напряжение с нашего вечера. Дело в том, что нас с Мариной Дмитриевной в Москве ожидает очень напряженная работа и заниматься наследством у нас просто не будет никакого времени. Мы завтра, рано утром уже будем в пути. ваши притязания абсолютно законны и мы готовы к ним вернуться, когда наступит право наследия. Кстати, когда наступает? Через шесть дней. Ну, отлично. Значит, со всеми формальностями это займет еще месяц. Мы будем на связи и когда вы, Игорь, с товарищами решите, как распорядиться наследством покойного, вы дадите нам знать. Мы с вами встретимся и спокойно по семейным обсудим. Очень, очень разумно. Да? Спасибо вам. Да. Можно тебя на минуточку? Да, конечно, дорогая. Прошу, извините. Ничего, ничего. Мы понимаем. Понимаем. Слушайте, я думаю, нам пора, а? Им теперь не до нас. Пойдемте, собирайтесь. Ну, на посошок и пойдем. Давай. Что ты себе позволяешь? А что такое? Во-первых, с чего ты взял, что я с тобой поеду? А во-вторых, по какому праву ты вообще тут распоряжаешься? Да успокойся. Ты что хотела? Вселенского скандала? Ты посмотри на них. У них глаза полны крови. Я не просила вмешиваться в тебя, Антон. А я просто решил тебе помочь. Не надо мне помогать. Я просила тебя не приезжать. Вот я и хотел понять, чья помощь тебе нужна. А где он встать, а? А чего его здесь нет? Рядом с тобой. Столь ответственную минуту. А это не твое дело. Ошибаешься, милая моя. Это как раз мое дело. Так, поднимайся, пойдем. Ага, давай, давай. Баполь, смотри, крыльевед не отрави. Ты парень сам проспись. Здравствуй, Костя. О, а вот так он на милиции едет. Держи его, ну что ты куда? Да я типа... Уезжай. Я прошу тебя уехать. Не, а я не могу. Я выпил. Дорогая, ты что меня толкаешь на преступление? Ничего не поделаешь. Придется провести ночь здесь. А ты зачем вообще приехал? Я приехал, чтобы тебя увезти, потому что таких, как я, не бросают. А-а-а. Ну уж прости меня за отсутствие самоиронии. Ситуация не та. Можно скатиться в Эдвиль. А, для тебя же это не формат. Именно. А еще я приехал посмотреть, на кого ты меня променяла. Ты знаешь, Зинаида мне сказала, что он прилип к тебе, чтобы не платить за лук, на котором пасутся его бычки. И еще, что он убрюхатил ее молодую помощницу. А-а-а. Севидов. Да, ты каких-то грязных сплетен нахватался. Смешно. Информация не бывает чистой или грязной. А теперь я тебя прошу, утихомирь свою легендарную появитость. И просто послушай меня. Опоздали, Константил Валерич. В гости все расходятся, а хозяева спать легли. А я не в гости. А-а-а. Петр Сыгиневич. Да. Технику-то нашел? Нет. Ну, завтра в райцентра поеду. Скоро вырубку начнем. Там такие стволы в три обхвата. Вырубку? Да. А ты хозяйку-то в известность поставил? Она знает? Тут я объясняю, что лесопилка стоит не дороже, чем фабрика. Зубочисток. Ты начинаешь масштабное строительство с использованием тяжелой техники. Может, ты скрываешь чего? Сюрприз готовил Константин Валерич. Ну, не все сразу. Поспешишь, людей насмешишь. Удачи. Ага. Дорогу. Пойдем, говорю. Значит, картина такая. Завтра я уезжаю. Допустим. Я уезжаю, ты остаешься. Проходит месяц безоблачных отношений. Ну, типа, любовь, постаральные отношения, жажда перемен. Это все проходит. И ты начинаешь скучать. Ты начинаешь тосковать по работе, по комфорту, по элементарной чашечке кофе. И тебя начинает раздражать твой мужественный избранник. Потому что вы не просто разные. Вы антиподы. И в конце концов, ты уезжаешь в Москву. Ну что, есть сомнения на этот счет? Если честно. Ты циник? Ты тоже. Ты почему-то не хочешь только сейчас это признавать. Ну, ничего. Скоро начнется дележка имущества с твоим парафиновым братцем. И ты себя вспомнишь. Покажешь, какая ты есть на самом деле. И все родимое село станет против тебя. И это все будет на его глазах. Да ты сама все прекрасно знаешь. Просто кто-то должен тебе это сказать. Поленница, лесопилка, да бред сивой кобылы. Мариша, это все пустые хлопоты. Где ты? И где это все? Ты что, не понимаешь? Ты же здесь чужая. У тебя другая жизнь. Пора к ней возвращаться. Да, кстати, насчет квартиры. Забудь про это наследство деда Степана. Я сам найду тебе деньги, и ты сможешь расплатиться с Татьяной Васильевной. Ну, а теперь о самом главном. Мой сын почти студент. И во мне он больше не нуждается. Через три месяца он уезжает в Англию, а потом в Германию. Жена, жена наверняка поет с ним, потому что он для нее всегда будет ребенком. Понимаешь? Скоро мы будем вместе, и никто не сможет нам помешать. Все теперь изменится. Ты мне нужна. Я не хочу тебя терять, поэтому я здесь. Ариш, пора возвращаться домой. Прости, я задержался. Я, похоже, не вовремя. Ни-и-и-и, ничего. Вы не опоздали. Антон Севидов. Будем знакомы. Константин Иванцов. Очень приятно. Наслышан о вас. Да я тоже. Ну что, праздник продолжается. Может быть, во двор, к столу. Да нет, в этом нет необходимости. Я всего на минутку. Потом мне еще на лесопилку надо. Ночью. А ночью там бывает достаточно оживленно. Ну, хорошо. Вам, наверное, нужно поговорить. Я буду во дворе. Хорошо? Милая. Зачем тебе на лесопилку? Проверить кое-что надо. Зачем он приехал? Соскучился. Надо ж, такой уверенный. Даже не побоялся оставить нас на один, а? А может, ему нечего бояться? А, Марин? Антон, здесь ни при чем. А кто при чем? Никто. Мне надо ехать домой, в Москву. У меня изменились планы. Но если он ни при чем, то может быть, все дело в этом наследнике? Давай я договорюсь с ним. Нет. Может быть, это к лучшему. Останешься же здесь. Останешься, я? Я как-то себе это плохо представляю. Пасти с тобой Бычков я как-то не планировала. Извини. Но как ты можешь пасти Бычков? Действительно. Ты все равно бы уехала. Да? Все правильно. Костя, Костя, подожди. Подожди, пожалуйста. Подожди. Ну что? Костя, ну прости меня, пожалуйста. Прости за что? Я так благодарна тебе за все. Ну пойми ты меня, я не могу просто так все взять и бросить сразу. Прислониться к тебе, быть слабой. Слабость это вообще для меня непозволительная роскошь. Да мы с тобой обязательно увидимся еще. Где-нибудь на дороге ты будешь ехать на своем пирате, а я на каком-нибудь очередном драндулете. Видишь, только ты ушел, и со мной опять что-то случилось. уже уходите? Да. Берегите ее. Счастья вам. Да уж как-нибудь разберемся без тебя. Мариша, ты устала. Тебе нужно отдохнуть. Все будет, как ты захочешь. Я так тебя люблю. Я тебе не противна? Не говори глупостей. Если ты имеешь в виду свою измену, считай, я все забыл и простил. Ты простил меня? Ну ладно. Я просто не так выразился. Я просто тоже устал. Вечер был не из легких. Ну что, давай спать. Представляешь, это будет наша первая ночь в твоем родном доме. Антон, ты будешь спать в доме бабы Поля с моим братом. Хорошо, как скажешь. Спасибо. КОНЕЦ Как улов! Господи! Напугали Константин Валерьевич! А что ты напугался так? А то, я смотрю, у нас теперь активный спортсмен-подводник, да? Я, да. Люблю это дело. А что, закону не запрещено? Да вроде нет. А скажи, ты нашёл то, что искал-то? Хотя, судя по всему, нашёл. Раз заказываешь такое количество тяжёлой техники. Поднимать-то когда будешь? Не понимаю, про что вы говорите, Константин Валерьевич. Не понимаешь? Ну давай, собирайся. Поедем в милицию. Там всё и расскажешь. А за что в милицию, Константин Валерьевич? Смешно. Так же это же целый цирк выйдет. Вам потом стыдно будет. Смешно? Ну поехали там, в милицию, и посмеёмся. Там и расскажешь, зачем тебе столько тяжёлой техники. А заодно расскажешь, о чём договорился с парнями там, на рынке. Вы что, за мной следили, что ли? А, так это вы у меня на днях телогректу умыкнули, да? Из бытовки. Я, Пётр Сергеевич, не умыкнул. Я одолжил на время. А-а-а. А зачем? А мне же нужно было как-то согреть Марину, которую ты вчера чуть не утопил. И, кстати, в твоей телогреке я нашёл вот это. А что это такое? Да видишь ли, лет триста назад целую рощу дуба притопили в нашем озере. А ты, видимо, его нашёл. Какой топлёный дуб, какая роща, какой... Я ничего не понимаю. А потом наследница приехала и все твои карты спутала. И тебе ни в коем случае нельзя было продавать лесопилку. Потому что неизвестно, в чёрлоке она попала бы. А участок озера, который тебя интересует, он ведь принадлежит ей. Так ей плевать было на эту лесопилку. Да, конечно, плевать. Потому что ты всех, её в том числе, убедил в том, что это производство неприбыльное. И она должна была отказаться от него, чтобы ты мог спокойно поднять дерево со дна. И с огоньками придумал ты шикарно. Вон целая деревня до сих пор боится к озеру подходить. Константин Валерий, чё, я шпион, что ли, получается? Что ж ты всё смеёшься-то, Пётр Сергеевич? Ты же ведь понимаешь прекрасно. Я вон по глазам вижу, что понимаешь. Что попался. Дело даже не во мне, не в ментах. А дело в тех ребятах, которым ты обещал поставить морёный дуб. А они-то обмана не прощают. И ты это знаешь. И кипиш ты весь отподнял заказом техники. И шустришь, потому что тебе побыстрее нужно поднять эти брёвна со дна. Да? В то самое время, пока Марина судится там с новым наследником, который появился тут неизвестно откуда. Какого роскошного наследничка ты достал. Хорошо работаешь, Пётр Сергеевич. Константин Валерьевич, ты чё? Чё, из-за этой бабы, что ли? Московской. Так она же пустышка. Она завтра уедет со своим этим полюбовником и думать про тебя забудет. А это не твоё дело. Давай, пойдём. Слушай, Константин Валерьевич, а? Мне сейчас идея пришла. Давай вместе, а? Давай вместе, это дуб достанем. Это классные деньги, большие, а? Ну, давай вместе. Ну, это же ты понимаешь? Никто об этом не будет знать. Мы здесь вдвоём. Она уедет. Да что ты городишь? Пётр Сергеевич, какой вместе? Вместе мы с тобой сейчас в милицию поедем. Давай, закрывай свою лесопилку. Ну, хорошо. Хорошо. Бабуль. Бабуль, ну, поехала я. Ну, с Богом. Когда приедешь-то? Не знаю. Как работа? А дом, лесопилка, как же? Да пусть сами разбираются, как хотят. Ладно, я поехала, а то дорога долгая. Ну, уж не знаю, увидимся ли. Я ведь не вечная. Ну, конечно, увидимся. Что вы такое говорите? Вы, главное, не болеете. Ну, я не знаю прям. Сегодня как-то на кулаках всю ночь спала. Марина, поехали. Ну, ладно, до свидания. Пока, Бабуль. До свидания, Бабуль. Спасибо вам за всё. До свидания, до свидания. Денис, Денис, давай просыпайся. Мне надо срочно в район смотаться. Давай, заводи машину. Это чё, так горит, что ли? У меня полыхает парень. Без вопросов. Заводи, с долгой не останешься. Слушай, ты чё такой нервный-то, а? Давай без вопросов, а? Заводи машину и поехали. Сейчас. О, сейчас, погоди. Сейчас. Куда ты? Куда? Стой! Полина, погоди. Чего тебе? Ну, я так, для информации. Давай, короче, я там вчера вечером, ни в одном глазу. Ну, а мне-то что? Ну, ставлю в известность. На будущее больше, ни-ни. Давно пора. Давай, Денис, поехали. Ну, поехали. Да еду я. Едем, едем, едем. Все, едем. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА – Зачем? – Останови! Марин, ты куда? Привет. А ты почему один? Где твой хозяин, а? Стоять. Ты смешна. Ты разговариваешь с лошадью. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чёрт! Стой! Стой, проклятие! Ну, что опять случилось-то, Господи, как я устал от твоих каприсов! Я не поеду с тобой. С ним что-то случилось! Ну, не медленно слезай, с этой клящей поедешь! Пошли, пират! Отпусти лошадь! Пошли, пират! Пошли! Пусти лошадь! Пусти лошадь! Ты! Ты мне нужна! Даже в беде как-то не понимаешь! Ты не можешь не знать! У меня куча планов! И в каждом ты! А мне надоело быть кучей твоих планов! Пусти меня! Пират, пошли! Я люблю его! Да пропади ты, пропадо мной! Пошли, пират! А где все? Уже выехали? Им далеко, решили пораньше. Хороший человек, Марина Дмитриевна. Не каждому повезет с такой сестрой. А кто это тебе сказал, что она сестра-то тебе? Ты вот, милый человек, доедай! Иди отсюда по добру, по здорову! В каком смысле? Да не Степанов, ты внук-то! Да? А как же их документы? Древо генеалогическое? А древо твое я в милицию отнесу. Его там потрясут и проверят. Они всех наследников проверяют, особенно непохожих. Не похож? А Петр Сергеевич сказал, что одно лицо? А, управляющий! Ему-то что? Он здесь без году неделя. Ну-ка, расскажи, сколько он тебе денег-то обещал за эту спектаклю? Да я уж все потратил. Простите меня. Я ведь и вправду один живу. Не из-за денег я. Ну вот, поешь и уходи. Иди. Какой-то полюшка поранен. Ты за что любишь Ивана? Я за то люблю Ивана. Что головушка гудая? Вот я. Вот я вам. Ты что, не понял? Его нельзя оставлять в живых. Я понимаю. Блин, ты, братва, уже в курсе, что у нас есть товар чистый. Ты все запорол, гнида. Что ты делаешь? Его кончать надо. Да я не мог. Я его связал и запер в бытовке. Всю ночь гонялся по лесу с его проклятой этой клячей. Поранился. Ребят, надо спешить. Если ее найдут, эту клячу, его начнут искать. Ну-ну-ну, понимаете? Послушай, ты, с этой минуты, с этой минуты твоя доля упала вдвое. Ты понял? Хорошо, хорошо, ладно, ну хорошо, помогите, а. Ну. Мастя! 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 Костя, что случилось? Кто у тебя так? Ну-ка, господи, так, сейчас, я тебя развяжу. Что ж ты не уехала-то? Ты где же? Значит, он тебя не уболтал? Получается так. А может, я тебя уболтал, а? Может, уболтал. А ты зачем сюда пришёл-то, а? Хотел показать мне свою храбрость офицера? Я просто очень хотел, чтобы у тебя, ну, была бы своя большая квартира в Москве. Потому что удобно. Вот приезжай в столицу, вот там негде остановиться. Теперь тебе негде остановиться, мне тоже. Я Костя сегодняшнего дня бомж. Ничего подобного. Теперь не то, что квартиру. Всё, что угодно можешь себе позволить купить. Всё. Это они! Стоять! А ну, стоять! По башне северю. Ага, сейчас. Спокойно, спокойно. Ничего страшного. Я разрулю. Пётр Сергеевич, а в чём дело? Я не понимаю. Этот Марионыш тебя ограбить хотел. Не ограбить, не ограбить. Это дуб в озере Ничей. Я его нашёл. Если бы не вы, я бы через два дня взял его и вывез. А дуб принадлежит Марине. Её участок, её дуб. А, болтовня вся. Я не понял, вы чё там делите? Ты чё, уснул? Давай и жил. Да-да. Марина Дмитриевна, можно ваши руки? Какие руки? Вы своём уме что вы говорите? Какие руки? Верёвку. Ага. Стой, не дёргайся. Стоять! Вол на землю, я и башку прострелю! Стоять! Отойди. Отошёл! Пошел! Как ты? Ты в порядке? Да. Все хорошо? Да, все в порядке. Ой, мама. А это что за бой скауты? Не опоздали? Ты пушку-то убери, мы не бандиты. Денис прибежал, такой кипиш поднял. Говорит, Валеричи мочить будут. Давай, бери веревку, вяжи этого кабана. Давай, ты тоже бери веревку. Живо! А ну, вставай, давай. А Сергеич тоже вязать? Да его перевязать бы надо. Чего они поделили-то? А вы прям не знаете. А, вы про краеведа, братца вашего, да знаем. Братец Слипвый оказался. Семенов его нанял, чтобы он время тянул. Так что по-прежнему остались единственной, полноправной, наследницей всего этого. А нам-то всего и надо-то было, чтобы на лесопилке остаться работать. Останетесь. Обещаешь? Обещаю. Ой, да чё ж ты ушлый, Роман Андреевич? Знаешь, где кому прислониться, да? Да ты, я вижу, тоже не дурак. Хотя упустил бы, дураком был бы. Стой, говорят, теперь. Не рыбайся. Давай в машину этих кабанов. Входим. Давай, шустрей, шустрей давай. Тебе надо рану продезинфицировать. Да ничего, я сам. А я не хочу, чтобы ты сам. У тебя теперь я есть. Ты уверена, что ты у меня есть? Марина, я тебя люблю, Марина. Я тебя тоже люблю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова